И вот такие выставки, мне кажется, помогают нам всем справляться с какими-то внутренними нашими переживаниями, может быть, плохим настроением, и пусть это будет единственное ограничение для нас всех сейчас и в будущем. Новая фотовыставка «В Петербурге с любовью» торжественно открылась в творческом пространстве «Арт-курорт». Межрегиональная общественная правозащитная организация «Инвалидов на коляске без барьеров» представила свой выставочный проект, посвященный семьям с ограниченными физическими возможностями, в которых один или оба супруга с инвалидностью, передвигающиеся на креслах-колясках. Фотографии с наших разных проектов. Это по большей части действительно именно репортажная съемка. Это те пойманные моменты счастья, наверное, радости, каких-то эмоций, любви, которые есть на лицах тех людей, которые здесь представлены. Поэтому давайте вот именно в наш такой осенний, не очень теплый, не очень светлый, не очень радостный день зарядимся, но, наверное, от них тем позитивом, которые, в общем-то, исходят с любой из этих фотографий. И это очень здорово. Цель фотовыставки – показать реальные, вдохновляющие истории семей инвалидов-колясочников, ведущих полноценную счастливую жизнь, моменты которой запечатлены на фото, представленных сегодня на экспозиции. Эти весьма важные темы находят поддержку в курортном районе. Историко-культурный музейный комплекс в Разливе принимает маломобильные группы населения и сотрудничает с правозащитной организацией инвалидов на коляске без барьеров с целью повышения качества жизни людей с ограниченными физическими возможностями. Сегодня мы открываем очень добрую, очень нежную и актуальную выставку в преддверии праздника, который отмечается 3 декабря, посвященный людям с инвалидностью. Но, глядя на эти фотографии, задумываться об инвалидности этих людей не приходится. У нас настолько яркие, сочные, интересные локации. И мы видим, что эти съемки сделаны во время каких-то мероприятий, что многие из этих людей являются артистами, выступают на постоянной основе. Многие занимаются спортом и достигают определенных вершин. Фотографии этих людей есть на этой выставке. Фото-выставку сегодня также посетили официальные лица. Подобные экспозиции в выставочном зале «Арт-курорт» неоднократно проходили и раньше. Сегодня было справедливо констатировано, что и сам Сестрореск меняется, становясь более доступным для граждан данной категории. Я хочу выразить слова искреннего восхищения тем людям, которые изображены на этих фотографиях, потому что, казалось бы, возможностей для активной жизни мало, но тем не менее они живут полной жизнью. Для города Сестрорецка образ человека на коляске на самом деле очень привычный. Я рад, что в последние годы все-таки, ну, не на словах, а на деле действительно создаются условия безбарьерной среды. И в Санкт-Петербурге в целом, и в курортном районе, и в городе Сестрорецке. Я вижу это и на входах в учреждения, в магазины. На экспозиции представлены работы фотохудожника Вероники Жуковой, на протяжении пяти лет участвующей в инклюзивных проектах организации «На коляске без барьеров». Также выставку фотографий дополняют работы местного флориста, руководителя общественной организации, любителей цветов и дикой природы курортное побережье Фариды Мячиной. Выставка доступна для посещения в часы работы выставочного зала «Арт-курорт» до 4 декабря. Продолжение следует...